Что самое главное для пешехода? Это правильно и безопасно переходить дорогу. С основными правилами поведения на дороге регулярно знакомятся школьники и воспитанники детских садов Одинцовского округа. Отряды юных инспекторов движения обучают ребят и рассказывают, почему так важно соблюдать их с раннего детства. Дети изучают дорожные знаки, особенности проезжей части и сигналы светофора. Для большей убедительности занятия также посещают инспекторы окружной госавтоинспекции. Надо переходить дорогу по пешеходному переходу. То, что нельзя выскакивать на дорогу. То, что надо соблюдать правила. Потом еще надо посмотреть сначала налево, а потом направо. Убедиться. Машины остановили слева и право. Такие мероприятия в основном мы проводим в начале учебного года, то есть это осенний период. А также после каникул, когда ребята уже с каникул возвращаются со школы, чтобы им напомнить, чтобы они не забывали о правилах дорожного движения. А в Звенигородском детском саду «Матрешка» прошел необычный праздник. И здесь юидовцы подготовили тематическое выступление. Воспитанники детского сада внимательно наблюдали за поучительным представлением, отвечали на вопросы, принимали участие в веселых играх и даже сами подготовили танцевальный флешмоб. Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной, Пути там, правда, божь не трой. Жди зеленый, тогда можешь с меня в путь идти, И мне тебе прекрасно идти. Мы давали советы, как правильно переходить дорогу, на какой свет, как вести себя при зеленом сигнале светофора, при красном сигнале светофора. Мы рассказывали про то, какие бывают пешеходные переходы, надземные, наземные, подземные. Прошлой осенью юные инспекторы дорожного движения Барвихинской школы представили Одинцовский округ на областном конкурсе «Безопасное колесо», который проходил в Мытищах. Там они преодолели шесть станций из творческих, практических и теоретических заданий. Медицина была и практическая, и теоретическая. То есть они задавали тесты, вопросы, у них были командные задания, были задания индивидуальные, то есть где-то потом приплюсовывались к командному зачету. Поэтому на самом деле это было огромное испытание, но при этом и большой праздник. Ребята без труда объезжали препятствия, выполняли сложные фигурные задания на велосипеде. Этот транспорт они осваивают на тренировках не один год. Сначала одно препятствие, потом, давай, это постепенно все добавляли. Ну, надо много тренироваться, много ездить. Но с первого раза никогда не получится. Ну, надо много тренироваться. Такие инспекторы движения есть в каждой школе округа. Они помогают образовательным учреждениям и госавтоинспекции донести до ребят основные правила поведения на дороге. И кто знает, может, сегодняшнему первоклашке эти уроки подарят не только новые знания, но и мечту стать дорожным инспектором и также трепетно оберегать жизни людей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова